Приветствую, друзья. Российская пропаганда и публичные спикеры регулярно рассказывают о неком пожилом человеке, стоящем во главе государства. Этот дед, по их словам, утратил связь с реальностью и представляет опасность для окружающих. Вот так вот об этом во всяком случае пишет Дмитрий Медведев. Пропагандист Андрей Норкин в эфире Федерального канала призывает этого деда пить таблетки. А сейчас мы вам покажем сюжет, у которого топик дед пей таблетки. Ольга Скобеева считает, что этот старик совсем сбрендил, а прокремлевский политолог Сергей Марков предупреждает о нависшей над миром страшной угрозе от старика в деменции. Вы, конечно, догадались, что все они имеют в виду американского президента Джо Байдена. Но все сказанное просто идеально подходит Владимиру Путину. Согласитесь, что чем больше российская пропаганда упражняется в высмеивании старости Байдена, тем более двусмысленно это звучит. В прошлом году Владимиру Путину исполнился 71 год, а Байден всего на 10 лет старше. Сам Путин уже старше Бориса Ельцина, который передавал ему власть в конце 99-го года и казался тогда уже совсем старым и уставшим от жизни человеком. Собственно, молодость и подтянутость Путина специально подчеркивались на фоне Ельцина и были важными аргументами в ходе операции «Приемник». Путин летал на истребителе, нырял за амфорами, рассекал местность с обнаженным торсом на лошади, играл в хоккей. Его публичный образ – это здоровый, подтянутый, энергичный человек. Но годы идут. И сегодня пропагандисты радуются тому, что этот когда-то молодой человек способен поймать упавший со стола карандаш. А вот реальные кадры, как он поймал улетевший было со стола карандаш. Но карандаш поймал ловко. Так что надо отметить, реакция прекрасна. Видно, что президент в отличной спортивной форме и боевые искусства никуда не уходят. Средняя продолжительность жизни мужчин в России – 67 лет. Путину уже больше. Путин поднял возраст выхода мужчин на пенсию до 65 лет. И сам этот рубеж уже перешагнул. При желании примеров старческой немощи у Путина можно набрать не меньше, чем у Байдена. Например, он уже много лет не может запомнить имя президента Казахстана. Президент Казахстана Кемиджимович Такаев. Вот Кемиджимович выступал. Уважаемый Касым Жаман Кемиджимович, я так вас видеть. Вот Касым Жаман Кемиджимович сказал, что где-то он 27 миллиардов. Уважаемый Касым Жаман Кемиджимович. Путает Узбекистан с Дагестаном. Хочу вас поблагодарить за личное участие в развитии российско-дагестанских связей. Неудачно пытается ездить на коньках по ковру. Передает привет погибшим бойцам. Для нас они все герои, они в нашей памяти, в нашем сердце. Привет, вы к тебе придавайте. Он забывает, что ему только что наговорил собеседник. Сколько лет, кстати? Младшему 9. Понимаете, вот вы старшему? Старшей 23. Ну, понимаете, вот вы с двумя детьми, маленькому вообще 3 годика. А вот тут просто уже с трудом формулируют свои мысли. Похоже, едва удерживаясь от того, чтобы прилюдно вырубаться. Но мы уже не рухнем. Не рухнем, уже все понятно. И им всем понятно. Нет, забрались в эту колью. И по этой колье дальше шурули. Почему там можно? А вот по Северному потоку 2, которые недовзорвали какие-то негодяевные, и которые в рабочем состоянии находятся, почему-то нельзя кнопочку нажать и включить. Я не понимаю. Бог с ними. В общем, при желании Путина легко можно выставить человеком, которому явно давно пора на пенсию. И ничего страшного в этом нет, если бы Путин был рядовым пенсионером, который ходит на рыбалку и выпивает с друзьями по гаражному кооперативу. Но он глава ядерной державы, который схватился за власть 20 лет назад и, кажется, не отпустит до последнего вздоха. И проблема даже не в забавных оговорках или в некоторых проблемах с памятью, а в самой системе ценностей и взглядов Путина, навязываемых всей стране. Его представления о жизни безнадежно устарели. Например, у Путина нет мобильного телефона, зато он много смотрит телевизор. Но обязательным требованием при подготовке резиденции к визиту, резиденция – это абстрактное понятие, то есть это может быть гостиничный номер или какой-нибудь гостевой комплекс, то есть при подготовке резиденции обязательное требование, если это какая-нибудь заграничная командировка, чтобы там вещали именно российские каналы, что ГИЧ-4, вот этих вот, в России обязательно. А всю остальную информацию получает из знаменитых папочек. И главное, он принципиально не пользуется интернетом. Ну вот, то есть он реально не пользуется ни интернетом, ни телефоном. То есть вся информация, которую он получает, только от людей, которые непосредственно близки. То есть он своего рода именно живет в этом информационном вакууме. Принято считать, что президенту приносят папочки – секретные доклады спецслужб. Вот это его источник информации? Да, все верно. И это не просто безобидное причудо старика. Устройство современного мира нельзя понять без интернета. Вот сколько раз в день вы заходите в сеть? 20? 30? 100? А он никогда. Путин даже не может правдоподобно изобразить электронное голосование. Сразу видно, что постановка и человек в сети никогда не был. Через интернет мы общаемся с друзьями и коллегами. Смотрим фильмы, покупаем технику, одежду, еду, заказываем билеты, гостиницы, узнаем новости. Люди знакомятся в Тиндере, устраивают вечеринки в Зуме, проверяют информацию в Википедии, платят налоги через мобильный банк. Путин никогда ничего из этого не делал. Он не постил мемы, не скачивал фильмы на трентах, не заказывал пиццу на дом, не ругался в Твиттере. Он просто не представляет, как работает современный мир, как вообще живут люди. Он даже не узнает, если ему на госуслуги придет сообщение, что нужно донести документы на оформление пенсии. Более того, как мы помним, Путин считает интернет проектом ЦРУ. Вы же знаете, все это возникло как на первом этапе, на заре интернета, как спецпроект ЦРУ США. И что ж там, так и развивается. В какое будущее может вести страну человек, вообще не пользующийся интернетом? Поэтому не стоит удивляться, что страна идет не в будущее, а в прошлое. Как многие пожилые люди, Путин хотел бы вернуться во времена своей молодости, хотя бы эстетически. И, к сожалению, у него есть для этого все возможности. Он создал свой аналог Политбюро в Совете Безопасности, аналог пионерии в виде юнармии и движения первых подобия Верховного Совета в виде бессловесной послушной Госдумы, воссоздал КПСС в виде Единой России, и сам СССР ему, конечно, возродить пока не удалось. Но это не потому, что он не пытался. Война против Украины как раз укладывается в эту логику. Путин уже, по сути, вернул времена Холодной войны, сделал из нынешней России обложенную санкциями осажденную крепость. Все, как в молодости Владимира Владимировича, в которую он так хочет вернуться, но от которой он на самом деле все дальше и дальше. Ведь можно до бесконечности создавать аналоги и символы советской системы. Но физическую молодость вождя никто не вернет. Путин болезненно следит за своим образом. Молодится. Операторам запрещено показывать его редеющие волосы. Он поручает пропагандистской машине высмеивать старость Байдена, чтобы выгодно смотреться на контрасте. При отборе кандидатов на выборы президента важным критерием был возраст оппонентов. Но только это не помогает. По независимым опросам большинство россиян не хотело бы видеть президентом человека старше 70 лет. Сам Путин и большинство его ближайших сподвижников уже старше членов Советского политбюро 1980 года. И сидят они на своих постах почти четверть века. К чему это приводит? Мы это уже видели. Советская партийная геронтократия не сумела справиться с задачами реформирования страны и потеряла ее. СССР развалили не американцы, а отставшие от прогресса престарелые вожди. Путин ведет Россию по тому же пути. В силу возраста, ментальности. Ему комфортнее в прошлом, а не в будущем. Он не сидит в социальных сетях, не тестирует новые технологии, не разговаривает с чатом GPT. Его страсть – печенеги, половцы, письма Богдана Хмельницкого и планы Далеса. Этот дед потерял связь с реальным миром, причем в буквальном смысле. Интернетом не пользуется, прячется в бункере от эпидемии. Больше чем современностью интересуется глубокая история, да и то в изложении жуликов типа Мединского. У Путина нет будущего. И дело не только в его личном физическом возрасте, дело во взглядах. Представления Путина о мире состарились гораздо раньше его самого. Брюзжащий пенсионер, который не пользуется интернетом и бредит с столкновениями Петра Первого с англосаксами на Чудском озере, был бы даже забавен, если бы этот дед не определял судьбу крупнейшей страны мира, если бы он не отправлял в порыве своего старческого маразма десятки тысяч людей на смерть, если бы он не держал руку на ядерной кнопке. Счастливо вам. У самого Путина в силу возраста и менталитета нет будущего, но он лишает будущего всю страну.